Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, друзья! И сегодня мы вам расскажем и покажем одного из наиболее ярчайших представителей мусоров в отделе полиции по району Вишники. Напомним, мы вам ранее рассказывали про многих-многих-многих преступников, которые там служат, работают, занимаются вымогательствами, избиениями людей, унижениями, оскорблениями и прочим. За всё это они понесли только дисциплинарную ответственность. Ну и финансовые потери в виде взяток там кому-нибудь Коробкову из инспекции по личному составу. Это мы всё с вами уже видели. Как вы поняли по превьюшке, речь сегодня пойдёт об капитане полиции Кравцове Игоре Александровиче. Игорь Александрович служил, ну как служил, ну в общем служил, ладно, на опорном пункте по адресу Москва, Вишниковская, 31А, что недалеко от моего дома. Я с ним неоднократно общался. В первый раз я с ним познакомился после того случая на выборах, когда Афонина Наталья Валентиновна, председатель участковой избирательной комиссии, оскорбила меня, там запрещала съёмку, там и так далее. Он проводил проверку по данному факту, опросил меня, но материалы в прокуратуру не передал. И привлекли её к ответственности только благодаря моему отдельному обращению, ну и случайности. Дальше. Я словил его один раз за рулём своего Лексуса, не пристёгнутым, в полицейской форме. И он так жалобно сказал, что больше так не будет, что я даже видео не стал делать. И подумал, что вот действительно нормальный, хороший полицейский, осознал свою ошибку и больше так делать не будет. И третий раз, на что, как выяснилось, он и обиделся, он помог мне, ну не то, что помог мне, а исполнил свои служебные обязанности. В виде того, что когда проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году, он убрал с дороги по моей, ну не то, что просьбе, по моему заявлению, отреагировал на него. И в итоге ему пришлось убирать с дороги двух обоссавшихся бомжей. Ну, как бы они там были пьяные, там одного забрала скорая, а второго он, получается, убрал к себе в отдел, там, не знаю, оформил, он с него там взятку вымогал, я не знаю, что он с ним делал, в общем. Но он забрал, главное, чтобы они не валялись на улице. Вот. И как выяснилось, он затаил. Более того, в нём сыграла корпоративная солидарность за тех двух умников, которые заластали меня там за год до этого. Ой, вы себя физическую силу, кажется, применяете, да, ко мне? Смотри. Это какая процедура вы? На багажник выложите, кто-нибудь? Протокол досмотра понятых видеозаписей. Что у вас здесь такое? Неизричество вещество? Нет, неизричество. А что это такое? Видеокамера. Чего вы делаете-то? Вы зачем ко мне физическую силу применяете? Это что такое у вас? Вы ко мне физическую силу зачем применяете? Это что такое? Видеокамера, я вам сказал. Я просто хочу посмотреть на это. Да, я не хочу вам давать. Что вы делаете? Что вы делаете? Ещё раз говорю. Люди, снимайте на камеру, пожалуйста. Вызовите полицию. Полицию вызовите! Люди! Полицию вызовите! Отпустите меня! Что вы делаете? Что вы делаете? У станции метро Выхина, которых привлекли потом дисциплинарной ответственности, ну и заодно и весь отдел, так сказать, чпокнули чуть-чуть. Вот, и он, значит, решил заказать меня чеченцам. Причем, ну, заказать не просто заказать там, а заказать, чтобы меня похитили и избили, и изнасиловали, возможно, этой же камерой, на которой я сейчас снимаю. Вот. У него это не прокатило по независимым от него причинам, потому что мне об этом стало известно, и я предпринял некоторые меры к тому, чтобы у них это, в общем, не получилось. Но мы нашли и установили этих чеченцев, вернее, одного чеченца, я думаю, остальные там тоже были. Кстати, мне интересно, Рамзан Ахматович вообще в курсе, что представители его чеченского народа какие-то мусора используют для похищения и изнасилования и избиения людей. М? Как вы думаете? Перешлите ему это видео, если будет возможность. Более того, он у нас присутствовал в ролике, когда они все бухали на день рождения одного из своих сослуживцев и распространяли друг другу информацию о том, как они, собственно, зарабатывают. То есть он там рассказывал, как он качал чуру, ну, то есть вымогал деньги с какого-то приезжего человека-мигранта, наверное. Вот. И как он там послал на три буквы УЗБшника Коробкова, или кто он там, инспекция по личному составу, но не суть. Как он бодро там его посылал, потом как этот Коробков вымогал деньги там с его коллег. Вот. И после этого, это было буквально недавно, буквально месяц назад был этот ролик, или два месяца назад, нам пришел также ответ, что будет проводиться проверка, что обращение поддержано, что факты подтвердились. Который раз уже раз в седьмой или шестой по этому отделу. Факты подтвердились, все есть, будет проводиться проверка, материал направлен в Следственный комитет, только пока что у Следственного комитета что-то нет. Что-то... Никто не реагирует на это. Вот никто, реально. Какие факты еще должны случиться, я не предполагал. Но этот факт случился. Господин Кравцов у нас любит, оказывается, общаться с местными гопниками. Как они сами себя называют, крутыми пацанами, которые гоняют на тазах. И использует их иногда в качестве понятых, там, по каким-то делам. Кстати, если поднять его дела, я думаю, там, в большом проценте случаев именно эти люди будут понятыми. Так вот, он с ними часто по ночам бухал. Ну, где-то там на улице, может, в своем же опорном пункте, я не знаю. Где-то бухал и по адресу Вишняковская 29, а это напротив опорного пункта. Около палатки с шаурмой в 6 утра он столкнулся с гражданином Савельевым, который шел к себе на работу. Ну, шел на автобус, чтобы потом поехать на работу. Человек работает, видите, как в отличие от Кравцова, там, остальных, вот, ему нужно было на работу. И ему нужно было купить с собой хлеба, ну, лаваша. А они встали там, курили там, в общем, около палатки с этой шаурмой. И он вежливо попросил их отойти. Но в результате он был избит капитаном полиции Кравцовым и еще двумя гопниками Вечными Понятыми. Сейчас даже вам назову их фамилии. Этими гопниками были Владимир Точилкин и Сергей Павлов. Соответственно, их, так сказать, одухотворенные лица вы можете оценить с фотографий на их страницах ВКонтакте. Сейчас я вам приложу их. Вот, зацените просто, вот, что это за люди. И сразу становится понятно, что это местная гопота просто, которые там тусуются кучками по подъездам, не знаю, там, какие-то тазы там чинят, не знаю. В общем, я предполагаю, что они постоянно нарушают общественный порядок. И люди, собственно, это подтверждают. В комментариях пишут, что да, постоянно эта компания была замечена в шуме, в нарушении общественного порядка. И то, что полиция на них никак не реагировала. Полиция никак не реагировала, потому что они говорили, что у них есть знакомый участковый, который их прикроет. Кто бы это мог быть? Да, все верно, Кравцов. Так вот, на самом деле не смешно, потому что человека реально серьезно избили. То есть сначала налетел на него Кравцов, начал избивать, но потом эти два молодчика тоже подключились. Ребята, они, как говорится, не маленькие, поэтому помяли мужика сильно. Ну, трое на одного, так куда же еще, как же еще настоящие пацаны нападают? Конечно, трое на одного. У одного там ксива в кармане, а у другого его ксива в кармане. Вот. И поэтому все хорошо. Естественно, потерпевший вызвал наряд полиции, который поздоровался с Кравцовым, там, возможно, с этими гопниками тоже. В общем, они никого не забрали и только отвезли потерпевшего, чтобы он написал заявление. Далее потерпевший поехал в травмпункт, в медицинское учреждение, вот вам справочка. И, собственно, написал заявление. Кравцов приезжал, значит, к нему со своей сестрой и умолял забрать это заявление. Ну, как забрать заявление, написать, что претензий не имеет и так далее. У него это, ну, надавить на жалость у него получается, я вам честно скажу. Он надавил на жалость Павлика, чтобы Павлик его, ну, не наказывал, не чморил за то, что он не пристегивается на своем Лексусе. Кстати, один раз я видел, как он парковался на тротуаре, но он потом сразу уехал, поэтому я тоже как-то его не поймал. Но я искренне считал его нормальным полицейским, пока мне не скинули запись, где он хочет меня похитить и изнасиловать вот этой же камерой. Просто началось мое избиение, скажем так. Он мне нанесли несколько ударов по голове, по лицу, потом таскал за куртку, ударял о стену магазина. Били хорошо, с чувством. Думал, будут убивать. Если честно, то это страшно. Это страшно, когда вот такие вот упыри служат вот у тебя под боком, притворяются нормальными людьми, а потом выясняется, что они на самом деле конченые, просто беспредельщики, бандиты и лицемеры. А самое интересное, что они используют вот это ложь, лицемерие, вот это все, так сказать, давят на жалость, чтобы ты еще и как-то снисходительно к ним относился, то есть там писал, что претензий не имеешь и так далее. Сергей Алексеевич, я вас слушаю. Да, оставь, я сказал. Ты категорично. Да. Чтобы меня выпить и от себя. А тебе и так выпрут. Ну, и так выпрут. Ну, можно и пушать. Контрактив сказал выпрут. Ну, Контрактив сказал выпрут, не я. Если я нигде не фигурирую, только да, могу. Уже дел на 15 парк материал. Все зависит от вас. Материал на 15 парк. Это я знаю. И что я там буду говорить, что претензий таких не имею, что никого не было. Претензий не имею, но я на это я скажу. Все равно это уже все завертелось через город, через УСБ, через все. Так это зависит от того, что у меня не было, то есть, только есть. Написать не было, я не смогу. Я просто сформулирую по-другому. Потому что уже получается, что я лжесвидетель и так далее. То есть я полный бред пронес, приехал, осудил. Написал какой-то канитель на хорошую, добрую участку. Ну, это что, фигня. Ну, он ошибся. Я понимаю. Тогда, понимаешь, и я ошибся. А это фигня. Причем полная. Когда человек распривался. Уже все завертелось серьезнее гораздо. То, что уволят, скорее всего. Это не только мне Конрадик сказал. Нет, согласен, что сейчас есть, какие мы могли есть. Это да. Ну и все еще. А дальше УСБ я только... Если переписать какие-то вещи, все это можно исправить. Материал дела ты имеешь в виду? Да, материал переписать. Не буду я еще переписывать. Не буду я переписывать. Потому что я сам под себя под статью подгоняю. Только-только и всего. Я тебе уже сказал. Клевета тебе? Клевета. Элементарная. Сам, брат, первое заявление напишу, что я тебя клеветал. Так вот, уважаемый, кто там, УСБ по ВАУ писали нам, что приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных случаев впредь. Ну что, исчерпывающие меры, а? Или, может быть, стоит все-таки привлечь бандитов к уголовной ответственности? Нет, если они не понимают. Если изо дня в день такое происходит. А я уверен, что если там последить за ними, то там и в процессуальных каких-то документах найдем фальсификации. И там какие-то еще действия. Я уверен, что они совершают незаконно. Причем, я сейчас и моя команда готовим ролик. Большой фильм. Про то, что происходит в отделе полиции в Вишняках, Новогиреево, там еще. Не будем, в общем, полиции. Но мы, в принципе, не планировали вот этот материал выпускать до этого фильма. Но сейчас, после вот этого случая с избиением Савельева, меня просто бомбануло, если честно, ребят. Отправляйте обращение по ссылкам в описании. В описании будет ссылочка, там будет обращение. Вы его скачиваете и копируете текст, там вставляете форму обращения. Там тоже ссылочки будут указаны. Там на сайт прокуратуры, МВД, ФСБ. Потому что я считаю, что там на самом деле настоящая банда орудует. Да, там вкупе с местными гопниками, уголовным розыском, там заместителями начальником полиции и так далее. Может быть и сам начальник полиции там, так сказать, присутствовал тоже. Вот. И сейчас они, в общем, хотят отмазать гражданина Кравцова. Сейчас вы услышите слова самого потерпевшего, у которого взял интервью Абро Хаджиматов. Наш друг, коллега и корреспондент. Поэтому слушаем, что он сказал. Ребят, казалось бы, что ноябрь 2019 год, можно идти спокойно на работу утром, но нет. Все это событие происходило в районе Вишняках 3 ноября в 6.30 утра. Когда на данного человека, его зовут Сергей, напал участковый фамилия Кравцов своими товарищами. Подробности он сейчас расскажет. Сергей, расскажите, пожалуйста, какого числа, куда вы шли, во сколько это было и что это было? Я шел на работу в 6.30 утра примерно около палатки. Решил остановиться, купить себе покушать на работу. Ну, дополнительно, хлеба. Ко мне, значит, стали приставать трое, которые там находились. Как оказалось, что один из них, наш участковый Кравцов Игорь Александрович, он сам причем представил, что он именно участковый. Ну, и стали ко мне приставать, задираться, как бы там, выяснять отношения, словесная перепалка возникла. Я от них стал уходить в сторону остановки, ну, чтобы все-таки мне на работу ехать. Стал от них отходить. Они, ну, Кравцов именно, как бы меня окликнул, потом ко мне подошел, не завязал с драка, а просто началось мое избиение, скажем так. Мне нанес несколько ударов по голове, по лицу, потом таскал за куртку, ударял о стену магазина, потом вниз, там улетела моя сумка, я вслед за ней. Подключился второй еще. Некто Сергей Медведь, местному должен быть известным. Вот. Такая довольно-таки колоритная личность большого размера. Тоже начал меня избивать. Вот. Били хорошо, с чувством. Думал, будут убивать, если честно. А под завязку, под финал, когда я уже, как бы, немножко от них высвободился, ну, то бишь, каким-то чудом, я даже сейчас не могу понять, как. У меня уже третий парень, Точилкин, фамилия его. Нанес очень сильный удар в область желудка, так что я думал, что у меня там будут некоторые проблемы с внутренними органами. И после этого еще на меня опять навалился Кравцов. Немножечко побил меня. И каким-то чудом я опять здесь под него вылез. Не знаю, как. Как это получилось? Может быть, силы какие-то. Я, во-первых, чуть не потерял сознание, потому что начал задыхаться. То есть, не хватало воздуха. Я думал, ну, все. Сережа приехал. Потом я забежал за магазин, когда от них освободился. По 112 вызвал наряд полиции, скорую. Вот. И с другой стороны магазина побежал посмотреть, что там вообще происходит. Подъехал первый наряд полиции. К моему удивлению, они действительно за ручку поздоровались. А с кем моим поздоровался? С этим вот Кравцовым, да? Который представился участковым. Участковым. Это наряд полиции, который приехал, они подъехали и поздоровались с этим участковым. Да, они за руку поздоровались, отвели его в сторонку. После этого я уже больше его не видел, Кравцовым. Эти двое остальные еще оставались на месте. Когда подъехала скорая, значит, я прошел скорую, карету скорой помощи. Меня там осмотрели, наложили сюда на рану повязку и, как говорится, отпустили от гестерилизации и отказался. То есть не задержали наряд данных нападавших? Когда я вышел из каретно-скорой помощи, нападавших не было никого. В машине у ППС не было тоже никого. То есть никого не задержали. Они предлагали мне оформить бумаги у них в машине, на что я отказался. То есть заявление написать? Ну, наверное, да. Ну, конкретно слова заявления не было. Именно оформить бумаги. Я отказался и сказал, чтобы меня доставили в местный УВД. Где там уже я написал заявление. Это какое УВД? УВД Вишники, наше местное. Адрес вспомните? В Красный Казанец, дом 7, по-моему, там 7а, точно не помню. Это было 3 ноября. Вот сегодня у нас уже 8 ноября. Что вот случилось вот в этот период? Кто-то вам обращался? Да, они потом на следующий день как бы мне звонили. Это 4 ноября, да? 4 ноября, когда я пришел с работы. Они мне позвонили. Хотели как бы своих слов поправить мое здоровье. Предлагали оплатить все там, все мои медицинские расходы и так далее. Причем через каждое это слово. В общем, разжалобить. Подъезжали к моему дому. А кто к вам именно подъехал 4 ноября? Подъезжали, значит, Кравцов с его сестрой, как она представляла. Как зовут ее? Татьяна. Я не знаю, реально это сестра его или нет. Они, ну, как бы, жаловались, там, извинялись. Не жаловались, а жалобились неправильно в городе. Ну, то есть, да, действительно, мне стало жалко. Я не такой кровожадный. Как бы они меня уговорили что-то написать, что я не имею к нему претензий. Ну, и, как бы, да, мы съездили опять в ОВД. Там меня начальник их, в общем, мы все расскажем. То есть, попросил еще раз рассказать ему эту историю, что со мной случилось. Начальник данных в Вечняках вот это дело? Ну, начальник... Участковых? Ну, я думаю, да, да. Непосредственно начальник данного Кравцова? Да. Я так понял, что да. Он мне объяснил, что, значит, по Кравцу, значит, такая-то история. То есть, попросил рассказать, что было со мной, с моих слов, чтобы он услышал. Я ему рассказал, вот, как бы, он, там, все выслушал. Сказал, что делал, уже дам вход, как бы, и то, что Кравцов будет, в итоге, уволен. Это начальник говорит? Да, это начальник мне лично сказал. А в каком состоянии был Кравцов 3 ноября, вот, момент нападения? Когда, ну, я подходил к палатке, они... От них сильно пахло, во-первых, алкоголем. Трое человек скучно стояли. Мне показалось, что они в состоянии алкоголя пахли. Вроде не 10 ноября, да, День полиции? Я даже не знаю, что там... Значит, они рано начали праздновать, видите, не дошли, в общем. Вероятно, я уж не знаю, за неделю. Ну, сейчас какие новости? Что вы ждете? Какая-то проверка вот после этого случая? Ну, я надеюсь, что будет все-таки какая-то проверка по этому случаю, что виновные наказаны будут. Ну, надеюсь, что... Ну, реально, таким офицерам полиции не место в органах МВД. Нас такие люди защищать не должны. Все правильно. Они вот таким образом показывают пример. А потом уже в следующий день требуют, чтобы люди чего-либо не нарушали. Сергей, это не первая ситуация, когда участковые совершают такие деяния. Таких участковых очень много. Мы просим руководства УВД в Вишняках разобраться в данной ситуации и принять соответствующую меру в рамках закона. И молниеносно уволить данных таких людей. Потому что такие люди не должны работать в органах. Потому что это позор. Они не только позорят себя. Они позорят других сотрудников, которые работают во благо граждан. Вот. И посмотрите, какой вот синяк и какое вот нападение может нанести данных участковый. Вот. Ребята, эта ситуация уже не впервой. Мы хотим обратиться в СССР в прокуратуру. Поэтому, пожалуйста, может уже хватит вот такой беспределом заниматься. Надо прекращать эти ситуации. И надо увольнять таких людей, чтобы такие люди не работали больше. Чтобы мы, граждане и другие люди, чувствовали себя в безопасности, а не наоборот. То есть мы боимся своих же участковых, которые должны нас защищать. А происходит наоборот. Кравцов же сейчас ушел на больничный. Видимо, переживает. Не знаю, что с ним. Видимо, надеется, что все утихнет. Через месяц вернется на службу. Так вот, давайте же не дадим этого сделать. Давайте же сделаем так, чтобы он как минимум был уволен с волчьим билетом. Как минимум. Я считаю, что таких людей, даже половины того, что он сделал, хватит на то, чтобы его посадить. Причем по особо тяжким статьям. Похищение. Особо тяжкое преступление. Что там еще? Изнасилование. Особо тяжкое преступление. Организация преступной группы. Тоже особо тяжкое преступление. Следственный комитет. ФСБ. Вы где? Ау. Вы только щемить можете демонстрантов на митингах, которые мирно там гуляют, там ничего плохого не делают, кидаются бумажными штаканчиками в вас? Или что? А тут вон мусор нагло избивает человека в компании с гопниками. Где вы, ребята? Принимаете опять исчерпывающие меры? Хватит это терпеть. Да, ребята, странички этих гопников я приложу в описании. Если вы хотите написать им что-то ласковое, нежное, то, пожалуйста, у них там открытая переписка, странички, комментарии, поэтому вперед, друзья. Также я приложу в описании видео, пост в группе нашей Вишники, от которого мы, собственно, и узнали об этом случае. Который побудил нас, собственно, в ускоренном темпе выпускать ролик про Кравцова. Там, как всегда, собралось очень много защитничков, мусоров. Вот реально, я не понимаю этих людей, но я думаю, что вы им обязательно объясните, что есть и как, и почему. И почему нельзя вообще поддерживать, даже позволять себе оправдывать. Вот как есть статья оправдания террористов, всяких таких плохих, ужасных людей. Вот так должна быть статья в Уголовном кодексе, мне кажется, за оправдание мусоров. Вот реально, потому что на этих терпилах реально держится какое-то сознание человека, что, ну вот, там они рассуждают про то, что вот, просто так же бить не будут, да. Ну, вот же, просто так на бутылку не посадят, значит, человек что-то сделал. Ну да, там, я не знаю, что надо сделать, правда, чтобы тебя там избили трое. Ну, в общем, что бы человек не сделал, априори, я думаю, вот мое убеждение, мое мнение лично, что бы человек не сделал, ни один другой человек не может совершить какое-то преступление и оправдать это то, что, а вот он там, не знаю, там косо на меня посмотрел, или там он плохо там на меня подышал. Нельзя это оправдывать этим, что бы он не сделал. Тем более, если это сотрудник полиции. Ну что, друзья, вот такие вот у нас дела в районе Вишники, мы обратимся к нашему депутату, теперь у района Вишники Новогиреева Ивановского, есть свой депутат, настоящий, в Московской городской думе, с чем я вас и поздравляю, это Олег Шереметьев, который, я надеюсь, что применит свои полномочия, вернее, я уверен в том, что он применит свои полномочия, насколько это вообще возможно, с его полномочиями, чтобы положить этому конец. Ну а вы, ребят, подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк, распространите как можно шире это видео по своим соцсетям, по своим друзьям, знакомым, везде. Ну и пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, а также присылайте нам видео, фото, информацию о беспредельщиках в вашем районе, либо в районе Вишники, либо, не знаю, на другой планете. Присылайте нам, мы будем их выкладывать, позорить, расследовать эти случаи, ну и как-то вам поможем, возможно, даже советом там или чем-нибудь еще. Ну все, всем удачи, всем пока, брейте за свои права. Субтитры сделал DimaTorzok